Партия, которая набрала больше всего, то есть максимальное количество очков 100, таких партий, кстати, очень мало. Две партии были, которые набрали 89 очков. Вот, кстати, которая сейчас первая будет, одна из них. И таким образом, каждый год, это было два или три раза, такие собрания, и были отобраны две или три партии. А уже я, чтобы назвать партию самой лучшей, вот из этих двух или трех выбрал одну. И таким образом получилось 50 партий. Ну, мы, я не все партии показываю, потому что просто некоторые очень длинные. Они интересные, но длинные. Ну, там есть партии, которые 70 ходов длилась. Там несколько интересных моментов было, но в то же время все равно 70 ходов спадали в то место. Первая партия, значит, у нас будет, это Тимон Карпов, в Союзном Мемориале, в 79-м году. Она интересна тем, что в 78-м году был исторический матч Карпова с Корчным, который он выиграл, ну, вы, наверное, где-нибудь читали когда-то, но там он выиграл с большим трудом. Там было 32 партии, после 37 партии счет был равный. Они играли до 5 побед. Значит, они по 4 победы каждый одержали, и 32 партия решающая была, и Карпов в ней выиграл. Вот так закончился матч 78-го года. В этом матче было много новинок, которые не все сработали. И вот одна из новинок, которая сейчас, я покажу партию, которая была подготовлена к матчу в Багео, а сработала уже в 79-м году, на следующий год, в этой партии. С-4, конь F-6. Ну, мы с вами вчера договорились, что если первый год не Е4, не Д2, а Д4, все остальные, мы отправимся к полузакрытым дебютам, и это английское начало, которое достаточно часто встречалось в матчах на первенстве мира и вообще в худейших соревнованиях. С-4, конь F-6, конь C-3, конь C-3, Е5, конь F-3, конь F-3, конь C-6, конь C-6, Е3, слой Е7, слой Е7. Д4, Е7, конь F-4, конь F-6, конь F-4, вот тут задная пешка пропала, по-моему. А, Е7, ну да, конь F-4. Нет, что-то тут не то. Д4 Е7, конь F-6, конь F-4, конь F-6, конь F-4, конь F-6, Не надо додумывать за гроссмейстеров ходом. Вы пытались быстро сделать ход, думая, что как же иначе. Вот иногда бывает иначе. Ноль-ноль. Короткая регировка. Теперь размен на С6. Конь без С6. ВС. Обычно так. Даже конь не ставится, а просто снимается сразу вместе с тем. И ВС. Пешка в другое место. Слон Е2. Слон Е2. Д5. Короткая регировка. Слон Д6. Слон Д6. Идея такая. Слон нацелился на королевский фланг. И тот всегда нацелился. И конь может при случае помочь здесь создать какое-то... контр-игру на королевском фланге. Здесь последовало В3. В2, В3 пешка пошла. В3. Ну, здесь слон упирается в собственную пешку, чтобы его развить. В3. Бены продвинули эту пешку. И потом теперь уволить слон на В2. А В3 через Е7. Хочу одну через Е7. Теперь слон В2. И вот здесь Карпов применил как раз новинку. Причем... Простой ход был сделан. Но оказалось, что очень ядовитый. И она вот эта новинка здесь работала. Скорочная. цель черных... Как мы уже видели. Слон сюда идет на королевский фланг. И оба слона. И чернопольные, и белоспольные. И ферзер при случае может подключиться. И конь. И главное расширить сферу действия на своих фигур. Черные неожиданно победили на С4. Кажется, ход неестественный. Потому что оставили себе сдвоенные пешки. Вы знаете, сдвоенные пешки это не очень приятно. Тем не менее, вы сейчас увидите, в чем эта идея. Белые собирали ВС. В принципе, вот такое пешечное расположение в пользу черных. Почему? Потому что фактически эти две пешки, это как одна пешка сдвоенная. Поэтому получается, что эта одна пешка держит эти две. И поэтому никому в голову этот размен не приходит. Одно дело, когда пешки С6 и Т5 стоят в центре. Когда они держат центральные поля. У них какие-то свои функции. А здесь просто оставили себе сдвоенные пешки. Но идея в том, чтобы еще одну фигуру подключить. Ладья БМОС. Он так и сказал. То есть, он скрыл линию В. Теперь еще под ударом слон. И это сыграет уже большее значение. И здесь уже грозят всякие двойные удары. Например, если просто защитить ладьей слона, то как бы черные могут сразу выиграть? Что сообразить? Вот если так пойти. Если бы Тимон Белым играет, то это известная игра с Мессер Голландский. Вот если бы вот так пошел, то черные как-либо сразу выигрывают? Каким образом? На коне напасть. А С2? Как? Слон Е4. Женя, как они выигрывают тогда? Нет, ну это не выигрывают. Ну просто размен тогда будет. Ничего страшного. А может быть слон Е2? Слон Е5. Слон Е2, но слона забрался. Выигрыша сразу не видно. Слон Е5. Слон Е5? Слон Е5. Слон Е5. Слон Е5. Слон Е5. Ну а почему выигрывают? Ну ферзи... Слон Е5. Ну может даже 4, например, а еще не спешка. Слон Е3 просто пойдет. Слон Е5. 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 Ну вот, правильный ход витает в воздухе. Слон Е5. Слон Е5. Но на самом деле это ход удара. Поэтому если сразу выиграть, значит какое-то должно быть очень мощное решение. Вот. А вот решение очень просто. Один выберет Будман и потом ферзь Е5. И грозит мат. И это... И это конь висит. Черный съедает коня. Ну как-то у меня даже зависит от мата. Ну просто беру сюда. Девять В2. Ферзь Е5. Вот, кстати, видите, сыграло значение, что ладья вошла на парень Е5. Ну и здесь плохо, потому что грозит мат. Я забираю коня и две редкие фигуры, как вы знаете, это сильнее, чем у ладья. И это большой перевес. Должно быть еще... Скажем, ладья и две пешки, это примерно равноценно двум легкой фигурам. А если просто две легкой фигуры, это намного сильнее ладьей. Вот. Поэтому здесь фактически есть все. На любой ход там уже три, например. Ну а как работать здесь сейчас? Ну уже три. Ну просто берет ферзь сюда и еще ладья висит наибольшой перевес. Вот. Так что здесь витают в воздухе двойные удары. Ладья В1 нельзя. Ну все. Ладья В1 плохой ход. Ладья В2 не может. Поэтому... А как играть? Ладья В2... Ладья В2... Ну, Ладья В2. Ну, Ладья В5 просто подставляешь под пешку. Ладья В2 Н-М4 показали что это может. Ладья В2 Н-М4... Ладья В3. Ладья В3. Ладья В2-М4, аoney В7-М4 ace не пойдет пользоваться HastaS-M6. Потому что я беру саду на Б2 ладью, и вы берете конем, и опять ферзь Е5, то же самое. Поэтому единственный ход, по-видимому, это ферзь С1, защитить слона на ферзем. Теперь уже удар на Б2 не грозит, потому что я возьму ферзем, и на ферзь Е5 я же не нападаю на коня. То же самое, значит, здесь уже все, здесь сразу выигрыша нет. Здесь просто некоторые инициативы, которые черные развивают дальше. Конь Ж4, а пары на Х2, правильно? Теперь необходимо, теперь что делать? Можно сделать ход Ж3. Ж3 было в партии, но этот конь делает всю погоду в этой партии, поэтому его здесь, наверное, следовало, он уничтожить. И рассматривался слон без Ж4 вариант, слон без Ж4, и теперь вот размен сюда, и слон берет на лице ЕH3. Вот так рассматривался вариант. Но, с другой стороны, вы знаете, преимущество слонов, это всегда приятно. Черных остается два слона, и слоня этого жалко. Поэтому, как раз с Кимоном и пошло уже три. Но, по-видимому, надо было уничтожить этого опасного коня. Но он, конечно, не предвидел опасностей. И здесь черные сыграли Ладея Е8, еще одну фигуру подтянули. Кстати, здесь можно было уже пожертвовать коня. Коми Бидаш 2. Я думаю, что такой вариант вы почитаете, даже может не пересадить фигуры. Коми Бидаш 2. Король Бидаш 2. Теперь я даю шаг отсюда. Ферзь не уязвим, потому что связан. Давайте, ладно. Коми Бидаш 2. Второй Бидаш 2. Теперь Ферзь Аш4 шаг. А пешка? А пешка связана? А здесь связана слону. А-а-а. Ну, допустим, если так, я даю шаг сюда. Так. И теперь могу отдать слону на Ж3. И вечный шаг отдать ферзьем. Ну, понятно, что беру сюда, вы пешка, я беру пешку. И по этим полям уже трешетый, да и вечный шаг. Ну, в принципе, ничья, это всегда считается достижением черных. Особенно во встрече сильных шахматистов. Но, тем не менее, это все-таки мало. Мало в этой позиции. И Карпов на это и пошел. На эту шаг. Хотя, тоже приятно так легко. Это какой счет? Это еще только 14-й ход. Сделать черную ничью, конечно, приятно. Но у Карпов и другие самые слоны. Поэтому он пошел на Е8. Он продолжает активное действие. Вот. Теперь. Теперь. Белые отступили конем на Д-1. Ну, во-первых, избыточно защитились поле В-2. Ну, кроме того, открыли дорогу к слону. Но, тем не менее, здесь. И они уже это тоже. Тут они не опасались, кроме бедажа. А, как раз, этот ход идет к большому перевесу. Здесь последовал этот удар. Это все было бы заготовлено в той партии с Харчневым. А сработало, видите, совсем другая партия с Тимоном. Последовал такой удар. Вымбедаж 2. Теперь. На что рассчитывал Тимон? Ну, он мог, конечно, побить. И после 3-4 шаг. Опять-таки, слон потом берет сюда. Но здесь вряд ли черные согласились на вечный шаг. Потому что ладья вошла в игру. И ладья могла на Е4. Потом здесь какие-то матовые комбинации. Но он рассчитывал на следующий удар. Ну, ход С-5. Вот в чем был расчет Тимона. Примежуточный удар, так называемый, не берет. Коня. А сначала следует такой удар. Ну, и теперь, если слон идет С-5. Черные берут пешку. Тогда уже можно просто взять коня. И поскольку этого слона нет, который связывал пешку. То нету шаг на Е4. И просто черные остаются без фигуры. Поэтому. С-5. Теперь. Можно этот вариант посмотреть. Но без слона на этой диагонали черной. Ничего опасного нет. Но здесь последовало... Вроде бы надо слоном отступать. А некуда. Потому что на Е5 опять-таки слон разменяется. Мало фигур осталось. И конь потом потеряется. И уже ферзь Е5 уже не будет никаким шагом угрожать. Но кармах это все было рассчитано дома. Последовал такой удар. Комбит Афадин. Комбит Афадин. Ну, черные скидки качества. Просто ладью. Поэтому надо брать слона этого. Кажется, что Белый достигает перевеса. Но... Если берут на Д6, то после того, как Белый берет на Ф1 фигуру, мне касается две фигуры с ладью. Как мы помним, это явно польза Белого. Но все это было рассчитано. Собственно, последовал еще один удар. Кто найдет здесь удар? Красивый удар, который меня делает. Свой удар. Ну, это не удар. Это просто ход. Это ферзь под боем. Ферзь под боем. Нужно что-то делать. Если вы берете эту пешку, тогда просто теряется конь. И получается две легкие фигуры. Злодью. Ну, у черных, правда, есть пешки. Но пешки злоеные. Так что... А можно бить на Е3? Ферзь не будет Е3. Как? Ферзь не будет Е3. Нельзя жертвовать просто за пешку? Ф Е, ладья... Не, ну как? Ферзь просто отдать на ровном месте. А что за это? Ладья В2. Конь Е3. Конь Е3. Ферзь висит под боем. А ладья В2 нельзя? Как? Ладья В2. Ну, сейчас ферзь висит под боем. Вот пешка напала на ферзя. То есть надо спасать ферзя. Потому что для ферзя никаких шансов не будет. Как? Съесть пешку. Что ферзь? Съесть пешку. Ну, вот ферзь мы смотрели. Тогда белые берут коня. У них остаются три легкие фигуры. А у черных одна легкая фигура. Получают две легкие фигуры за ладью. Но это в пользу белой позиции. Ладья В2. Ферзь под боем. Ферзя надо спасать. Или что ты придумал? Ферзь. Съесть пешка. Ферзь Е4. Ну, ферзь Е4 опять-таки беру на Ф1 слоном. Ферзь Е5. Ферзь Е5. На любое отступление ферзя просто теряется этот конь. И у белых две фигуры за ладью. Ферзь. Слон Аш-3. Ну, ферзь под боем на Е7. Ферзь. Ферзь Е5. Ферзь Е6. Я говорю, что на любой нейтральный ход, в том числе Ферзь Е6, просто белые берут коня. У них в результате остаются три легких фигуры против одной легкой фигуры. То есть две легких фигуры больше. Ну, на золотье. Но это в пользу белых позиции. Потому что, ну, может, с двойной империи. Короче, играет в поисковую, ребят. Слоны эти активные. Никаких угрозов черных уже нет. В общем, здесь последовал такой удар, который явно Тимон не предвидел. Последовал конь без жутри. В этом, собственно, идея домашней заготовки. Вот это нужно было уйдеть дома. Вот что дело. Теперь ферзя-то можно съесть, но на едва висит. Висит конь без едва, и слон теряется. И после этого я беру ферзя. И шаг будет. Будет шаг, отойдет королем, и да, берет его. Вот, так что здесь уже останутся после этого размена конь едва, и потом, например, ферзя, вы забираете коня, но у вас всего одна фигура за ладью, что явно мало, потому что это просто называется качество. Но здесь качество, и черное просто лишнее качество, и никакой компенсации. То есть вот, собственно, в этом ударе, это, конечно, окончательно разрушается королевский фланг теперь. И это, Тимуна, конечно, это не учел. Поскольку Дэй, значит, безнадежный для этого шага на С1, он все-таки вынужден был снять, но эта позиция уже проиграна. И Карпов, а теперь, дальше ты уже представляешь. Да, и Карпов доводит, значит, безнадежный для победы. Ферзя на Д6. Ферзя на Д6. Король С2 пошел, где здесь здесь пешка. Король С2. Король С2. Ферзь А6. Ферзь А6. А6. Здесь в чем разница, что белые, черные прихватили еще лишняя пешка, поэтому у них уже не хватает. У них нет двух фигур за ладью, но пешек очень много. 6, а здесь 3, 3 пешки. Это уже одно дело поровну пешек, и девочек фигуры за ладью это очень много. Но когда А6, 3 пешки, это уже польза черного, тем более король по-прежнему очень в плохом положении. Последовало слон Д4. Эта пешка-то на всякий случай белый прикрывает, слон Д4. Здесь дальше все очень быстро было. Ферзь А2 шаг. Король совсем себя чувствует, здесь не важен. Дальше последовало король Е1. То есть еще одну пешку теряет белый. Ферзь Бежин 3 шаг. Последовало король Е2. Шаг открылся. Теперь Ферзь Ж2. Теперь Ж2. Конь пошел на Б2. Слон А6. Белый слон А6. Не-не-не, это слон. Не-не, это слон. Не-не, это слон. Слон А6, А6, вот. То есть все фигуры перевязаны, а что-то слон попал под связку. Совсем плохая появится. Белые сыграли конь Д3. Он иначе просто висит удар на Е2. Конь Д3. Белые, черные, разменялись на Д3. Слон ГД3. Приходится бить королем. Нет, слоном нельзя бить, потому что он связан. Приходится бить королем. Теперь ладья БД8. Теперь белый король плохо стоял на королевском фланге, но и в центре он стоит очень неуютно. Две черные ладьи сдвоились под двумя открытым линиям. И тут, конечно, не забрать черный. Последовало слонов один. Слонов один. Впереди Е4 шаг. Король ушел на С3. Сюда, например, нельзя, потому что просто черный ладь от этого слона. Пешка связана. Поэтому приходится идти на С3. И теперь короля не был упакован и на королевском фланге, не в центре, а гибнет он на фельдовом фланге. Король С3 тоже здесь долго не продержится. И последовало еще один симпатичный ход. Последовало ход С5. И слон, так сказать, врать бы его как-то поддерживал короля, но после С5 уже белый зален на С5 пешка, но теперь линия Д полностью в распоряжении черных. Последовало ФС6. ФС6. Оказался слон связан на С5. По-прежнему треючник пешки. И ладья сзади фигуры. Слон под боем что делать? Королем надо уходить. Король ушел на Б3. Тогда ладья Б8 шаг. С той стороны он гибнет. Ладья Б8 шаг. Король ушел на А3. И теперь последовало ладья Е5. То есть черные еще ладья Е5. Вторая ладья подключилась. Если, например, дойти с плавном, то просто ладья А5 мат. Король, видите, оказался на ферзе фланге. Под матовой атакой. И слон Б4 белый сыграли. Последовало ферзь Б6. Ферзь Б6. А нельзя было раньше уйти? Ну, а здесь все. Здесь висит и ладья Б3 грозит, и слон висит, и нет вообще ходов. Белый здесь дарится. Вот здесь, это что интересно, что вот шахман-информатор, по которому я говорю, на основе которого я набираю в следующую партию, там есть второй конкурс. А именно называется конкурс, получившую теоретическую новинку. То есть в чем идея? Такой же конкурс проводится, так же в российское жюри и так далее, но только уже не лучшую партию отбирает, а какую-то лучшую теоретическую новинку. Но иногда, но не всегда, даже можно сказать редко, лучшая партия совпадает, партия получает первый приз и как лучшая партия, и как лучшая теоретическая новинка. Эта партия как раз из-за их числа. Здесь она, во-первых, она очень красивая, здесь несколько эффектов ударов было, как вы видели, и со стороны белых, но они не помогли, в основном со стороны черных, конь H2 очень красивая, и так далее, все, что вы видели. Но кроме того, партия получила еще приз как лучшая теоретическая новинка. Теоретическая новинка, вот вы поняли, замечала в том, что черные неожиданно разминались на С4, потом заданные линии В, потом выстрелили камен на Ж4, а потом еще удар на Ж2, и наконец этот промежуточный удар с Ф1 на Ж3. Сразу ряд ходов, это все, конечно, домашний анализ, такие варианты редко находятся, редко находятся во время партии, это все домашняя заготовка, а тем более сейчас, если бы это все-таки был 79-й год, это уже больше 30 лет, уже 30 там с лишним лет назад, а сейчас, когда компьютер, все ставят такие позиции, готовятся к компьютеру, то может эта комбинация даже нашел бы и компьютер, вот, во всяком случае, с ударами на Ж2, с ударами на Ф1, поэтому сейчас идет мощная подготовка, и такие комбинации редко происходят во время игры с фронтом, как правило, они готовятся, но это, здесь, конечно, это еще было до исторических времен, до компьютерных, поэтому это все, там, тренерский штраф, Карпов помог и так далее, и так далее, и вот такая была. Ну, партия действительно красивая, здесь, а, вот здесь у меня даже написано, что новинка, выиграли комплексно-бородинщую теоретическую партию, такой дубль случился, за полгода, представляете, только дважды, потому что бывает красивая партия, когда это комбинация, но это никакого отношения не имеет дебюта, а бывает важная теоретическая новинка, но партия сам по себе дальше неинтересная, и поэтому новинка применена, там, как и для завоевания, есть у белых и черных, а дальше скучно-длинная партия реализации, или вес полученного дебюта, поэтому дебютные новинки не гарантируют, что это будет какая-то эффектная партия, есть совпало.